От Тимбилдинга можно смело прям начинать заниматься в Крыму и приглашать своих друзей из других регионов. Вот все, приезжайте и отмечайте, потому что наш регион стал довольно доступный и популярный. Он был доступным, просто он еще вошел во что? Десятку самых популярных регионов для отдыха в новогодний период. И, допустим, за ночь можно будет спокойно отдохнуть, погулять на 2000 рублей. Ну, сейчас мы узнаем, за сколько денег это будет стоить, потому что у нас уже наши гости как раз-таки, как эксперт, нас проконсультируют. В гостях у нас сегодня Анатолий Тарасенко, представитель туроператора, и Николай Казаченко, тоже представитель туроператора, очередитель. Расскажите, пожалуйста, ребята, вот Крым вошел в десятку, да, вот самых популярных регионов России для путешествий, новогодних праздников. В какие, вот, может быть, города, да, или, может быть, вы можете сравнить в этом году, какие-то другие города пользуются популярностью не как в прошлом? Расскажу, возьму слово. О, значит, самое, наверное, интересное, да, то, что сейчас Крым в большей степени очень пользуется популярностью санаторный отдых. И у нас есть ряд санаториев, которые работают в том числе с подогреваемыми бассейнами в зимний период времени. Крылитые, наверное, да. Крылитые бассейны, да, шикарные. И вы правы насчет того, что не только ЮБК сейчас становится популярной частью нашего полуострова, но еще и Западный Крым, Евпатория, Феодосия. Есть, ну, ряд отелей, которые более чем достойные. И благодаря тому, что, как бы там ни было, это сезон здоровья, низкий сезон, мы не говорим, это некий такой сезон здоровья, сезон экскурсионных поездок. Поэтому на сегодняшний день можно и недорого, и хорошо в Крыму отдохнуть. Ну, куда нужно ехать, чтобы недорого? Хорошо. Ну, порядок цен абсолютно разный. Бывают частные мини-отели, которые стоимость вообще стартует от 1000 рублей за двоих, бывает такое даже с завтраком. И эти отели функционируют. Мы, как представители туроператора, как туроператор, который бронирует заранее, там, к вот у мест в отелях, можем сказать, что умудряемся сделать там порядка 30 направлений, которые по стоимости иногда неделя стартует от 10 тысяч, в том числе с экскурсионным сопровождением. Вот. Поэтому Крым более чем доступен в сезон здоровья, и это здорово. А на сколько обычно люди приезжают, сколько там, неделя-две? Ну, обычно стандартная, это, конечно же, неделя, это классический такой срок, ну, для отдыха. Вот. Ну, и хотелось бы добавить, что крымчане, в свою очередь, в Новый год не сильно любят праздновать себя дома. И крымчане, в основном, выезжают в Сочи. Если брать молодых, грубо говоря, ну, то есть активистов, то есть предпринимателей, то они, конечно же, едут там в бизнес-туры в Сочи, например, которые, ну, мы регулярно организовываем, либо, допустим, сноуборд, лыжи. К сожалению, в Крыму этого не хватает очень сильно. Вот. И даже наши... Наши ребята любят спортивно отдыхать, да? Вы знаете, да. В последнее время, да, это как бы спорт задает такой некий алгоритм, при котором зима проходит в горах. Вот. И нам в Крыму, конечно, этого очень-очень не хватает. Ну, допустим, да, можно смело там на великах пока-то погонять. Вот такую вот... Ну, на новогоднюю ночь, ты себе представь, надо сцепить. Не, ну, на новогоднюю ночь, да, я имею в виду вообще, вот, допустим, приехал человек на недельку. Неделя, понимаешь, что такое неделя без работы? Это же вечность, кажется. Но мне тоже кажется, что это должна быть доска, снег, и все-таки погнала таким образом. Ну, надеюсь, что штормовое предупреждение посыпет немножечко. Могли бы, да, подробнее рассказать, вот, какие вот стоимость услуг вот таких развлекательных, какие вот сейчас цены на них у нас? В Крыму, вот то, что есть в Крыму, по крайней мере, этот пастор. Чем можно заняться? Вот приезжает, думает, ну, фильмы там, понятно, ну, фильмы я у себя посмотрел. Ладно, день попили, день поели, дальше что делать? Ну, опять же, это поездка по достопримечательностям, экскурсионная программа всевозможная. Какие направления? Куда? По Крыму? Ну, Юбака, это классика, Севастополь, классика. То есть, ну, те места, которые можно посмотреть и зимой, и летом. Смотровые площадки всевозможные, музеи. Вот, ну, кто там любит, грубо говоря, там, места боевой славы, вот, города-герои. Ну, это все-все то, что смотрится, то, что у нас классическое. Вот, в Крыму, знаете, есть такая, ну, некая такая проблема, что молодежь, вот, именно в Крым, вне лета не особо хочется ехать, потому что здесь вот нет именно каких-то красных активностей, вот, такого нет. Но летом у нас молодежи очень много, которые приезжают, отдыхают, именно развиваются. Потому что очень много... Позагорается, да? Позагорается, да, но у нас очень много происходит программ различных, например, там, ну... Стрим отгримел даже. Да, 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 экстрим, там, хип-хоп мероприятия. Ну, например, вот в Ялте на набережной 14 тысяч человек, представляете? То есть, а это вот хип-хоп мероприятия, то есть... Ялта, Summer Jam, по-моему, нет? Да, 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 все верно, Summer Jam, да. И вот, эти все люди размещаются, и большинство из них размещается как раз через нас. То есть, мы организовываем все эти, ну, и трансферы, и подвозки, и все остальное. Ну, и давайте расскажем людям вообще, примерно, за какие деньги, вот, допустим, в какую сумму они могут уложиться, допустим, компания из пяти человек, если они сейчас начнут бронировать, искать себе где-нибудь домик в горах для празднования Нового года. Ну, я уже сразу включаю калькулятор, пять человек на неделю. Можно, как я уже сказал, искать по стоимости от 50 тысяч на пятерых. Это чтобы уровень был примерно три звезды. Это на один день? Это на неделю. На неделю, о. Да, и вполне, вполне это реально. Понятно, что есть предложения, варианты каких-то крупных, крутых отелей, которые могут за день на одного, на двух примерно эту же сумму предоставить. Я хочу сказать, что сейчас вот Министерство курортов туризма делает очень интересные такого рода маршруты. Это знаменитое сейчас уже в течение последних полутора лет стало Золотое кольцо Боспорского царства. Я с Николаем соглашусь, то что в основном в сезон здоровья, в такой некий межсезон, приезжают люди взрослые, приезжают молодежи немножко меньше. Но, тем не менее, эту ситуацию как-то нужно исправлять. Поэтому очень здорово, что вы затронули эту тему. Можно, допустим, на Айпетре, наш знаменитый такой некий и в будущем, я так про спойлерю, горнолыжный, возможно, курорт. Ну, кластер там же развивают ферсически, да. Да, да. Главное, что продумали тоже, как добираться, потому что каждую зиму мы видим, как там... Могут туда выбраться туристы. По поводу велосипедов, да, по поводу велосипедов, это вообще здоровская идея. И без шуток, ну, сейчас такие даже маршруты, экскурсии создаются. И Крым позволяет даже зимой на велосипедах. Как понятно, у нас Россия огромная. Вот у нас все футболки практически. Вот откуда ребята приезжают? Ну, понятно, вот есть ли какие-то уже точки, откуда стабильный поток идет, вот может, с какого-то региона. Усквичи, наверное, Петербург, да? Да, давайте я скажу. Ну, именно если говорить про нас, то у нас, получается, мы первый туроператор, который делает представительство по городам страны. То есть мы их называем, получается, представительство Крыма по разным городам страны. И вот, получается, на сегодня у нас уже более 20, и мы, как раз, их представительство людей тянем в Крым. То есть мы максимально развиваем туристическую привлекательность Крыма, и количество туристов в Крыму, как раз именно наших, зависит от того, сколько точек у нас будет по стране. А есть какая-то далекая точка там, допустим, Архангельск там? Ну, это, скажем, чтобы Кранск. Архангельск, Красноярск, Ургут. Греции едут, да? Да, потом Иркутск. Вот иркутяне у нас были. Ну, самая такая тоже, если брать дали, но Киргизия, например. Киргизия, кстати. Там открывается представительство. Спасибо большое, ребят, спасибо, что пришли. Рассказали нам о том, как и где нам отдыхать. Посоветовали, по крайней мере. У нас в гостях был Анатолий Тарасенко и Николай Казаченко. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо вам.